Санаториум премиум – это сообщество людей, которым не безразличны санатории. Интересно тратить свои выходные на то, чтобы посещать их, изучать их, обсуждать их, проводить время в этом контексте. Это Инстаграм, где появляется самый разный, но всегда посвященный санаториум контент. Это попытка наладить эту связь нас и санаториев. Восточного блока В России по-прежнему действуют более тысячи санаториев. Просто шокирующий объем и масштаб инфраструктуры, которая существует, но до недавнего времени она практически была невидимой и использовалась очень небольшой прослойкой. Поставить человека как можно ближе к природе, этому громадному резервуару лечебных средств – вот благородная задача, которую до сих пор не может поставить перед собой капиталистический мир. Природа в руках капиталиста превращается в нечто очень дорогостоящее. А будет момент, когда мы все будем предоставлять ее бесплатно. Изменилось полностью предназначение этой инфраструктуры. Осталась только сама идея заботы. Вот эта инфраструктура of care. Единственное, что осталось релевантным – мы уже другое общество в нас, другое производство, наши тела существуют и регламентированы по-другому, мы живем другими ритуалами. Обилие курортов в нашей стране и широкие возможности в области строительства обязывают наших архитекторов продолжать. Руководствуясь методом социалистического реализма, неустанно совершенствовать архитектуру советских здравниц, призванных служить высокой цели – сбережения здоровья трудящихся страны социализма. Санаторий, по сути, породил огромное количество квазинаучных экспериментов, связанных со здоровьем. Ну, то есть, я не могу сказать, что это все полностью антинаучно, но много инструментов, которые используются в санаториях, они вызывают вопросы. Но при этом огромное количество людей, они всем этим пользуются, прекрасно этому доверяют. Такое пространство, которое, в принципе, всегда очень любило гаджеты. И как-то если мыслить с позиции перезапуска санаториев или какого-то взаимодействия с этим сообществом, в том числе людей, которые там работают, то интересно, что они вообще как бы готовы к технологическому миру и к тому, что все нужно делать при помощи гаджетов. Про презервейшн, что это сохранение нематериального наследия всех вот этих ритуалов, практик и переживания их, и создание группы последователей, которые могли бы дальше практиковать ядро презервейшн. Она может и существовать с какими-то радикальными трансформациями. Одно будет подчеркивать другое.